Немаловажная часть деятельности волонтеров Красного Креста – это непрерывное обучение и совершенствование своих знаний. Это нужно для того, чтобы в нужный момент, не раздумываясь, работать максимально точно и быстро. Сегодняшнее мероприятие – это одно из тех направлений, которые связаны с тем, чтобы члены Белорусского общества Красного Креста, волонтеры, именно умели правильно и качественно выполнять ту задачу, которая перед ними может возникать. Это вопросы, связанные с обучением, оказание первой помощи, это вопросы, связанные с психосоциальной поддержкой, это вопросы, связанные с оказанием помощи тем категориям граждан, которые действительно очень в этой помощи нуждаются. И, наверное, вот эти тренировки, они направлены на то, чтобы, по крайней мере, скоординировать действия, чтобы волонтеры понимали, какие тенденции идут к тому, чтобы развиваться, создавать некие новые технологии и, наверное, как можно лучше делать свою работу. Тренинг команды быстрого реагирования Красного Креста проходил на базе Брестского областного управления МЧС. Не случайно считается, что такая полевая работа наиболее похожа на реальные условия в чрезвычайной ситуации. Тут все как в действительности. Это помогает волонтерам погрузиться в ситуацию и выполнять свою работу собрано и так, как будто от их действий. Именно сейчас действительно зависит жизнь человека. Раз в год мы стараемся сделать такие на природе симуляции, чтобы они могли свое обучение уже на практике отработать. Хотя каждый элемент отрабатывается и в течение года, но здесь такие комплексные. Мы постарались травмы комплексные разыграть, чтобы было не просто там царапины или просто что-то, а такие тяжелые, когда необходима помощь даже не одного человека, а нескольких. Это им такая прекрасная тренировка и практика. Ни в коем случае не стоит обесценивать работу волонтеров Красного Креста, ведь оказание ими правильной и, главное, оперативной первой медицинской помощи регулярно спасает человеческие жизни. Члены команды быстрого реагирования дежурят на каких-то городских мероприятиях, дежурят во время праздника крещения на источниках. Вот у нас был случай, на источнике мы спасали человека, даже делали сердечно-легочную реанимацию. А такие бывают случаи в черте города, когда носовое кровотечение, раны какие-то. Все-таки в черте города быстрее скорая помощь может приехать. Поэтому наша помощь или вызвать, или оказать какую-то психологическую помощь. Ну, максимум, прижать кровотечение, чтобы человек не истек кровью до приезда скорой помощи. Как здорово и важно, что ряды волонтеров пополняются ежегодно новыми, неравнодушными к проблемам других людей лицами, в том числе и творческими. Например, этот тренинг стал первым для брестского скульптора и кузнеца Александра Чумакова. Он известен горожанам как создатель части композиции «Аллеи фонарей». Он украшал наш город, это дело тоже доброе. А теперь он хочет быть полезным и его жителем, что очень ценно. Я вступил в ряды волонтеров Красного Креста, потому что считаю, что жизнь становится сложнее с каждым днем. И людей, нуждающихся в помощи, в разносторонней помощи, их с каждым днем все больше и больше. Чем больше неравнодушных людей будут принимать участие в жизни других, тем, кому нужна помощь, тем доверее будет мир, тем мы будем более значимы. Те, чем мы, сами для себя, внутренняя самооценка для каждого человека очень важна. Здесь каждый может открыть самое доброе в себе, самое необходимое то, что, может быть, раньше он об этом и не подозревал, что оно внутри него есть. Так что я призываю людей, которые неравнодушны к происходящему, к бедам, к несчастьям, которые у нас происходят вокруг нас, вступайте в Красный Крест, приходите волонтерами, помогайте, чем можете. Даже самая маленькая помощь, она будет весомая. Алена Миневич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.